37 час меча магия 9 ну что пришло время кончать жизнь самоубийством и отправляться в царство мертвых как тебе такое илон маск вернуть армию найдите способ проникнуть в арсельгард и переговорить со скреллсом чтобы вернуть ваш солдат марсельгард это царство мертвых поэтому кончаем жизнь самоубийством сейчас у нас запас кислорода подойдут концу и мы будем захлебываться это опять вы вы еще долго будете мне надоедать мы пришли за своей армией я не позволю вам войти мы должны забрать наше войско что вы собираетесь делать с горсткой мертвых солдат они нужны нам чтобы выполнить наше предназначение какое предназначение я не помню чтобы у вас было какое-то предназначение поверьте мне уж кто кто а я бы об этом знал нам сказали что наше предназначение остановить тамура ленга возможно я впущу вас если вы предъявите мне предначертания если вам действительно предначертано некое свершение верды должны дать его вам а где нам найти вирдов ступайте темным путем к храму вирдов чтобы доказать вам свое доверие я перенесу вас к входу в подземелье темного пути мы оказались в поди в темном проходе найти предначертание судьбы заполучите предначертание судьбы от вирдов и хэндл пропустит вас в арсельгард но по сути нам нужно будет всю эту локацию просто зачистить как обычно от толпы зомби монстров вернее зомби тут нет укройки посерьезнее что тут написано отрывок из книги эта страница с текстом относительно поведения неупокоенных сказано что скелет не переносит большие хотя очень часто можно встретить как один лич командует ими обоими многие говорят что легче всего управляться зомби большие же не очень склонна слушать лича а зомби скелета эта подсказка нам нужно нажать соответствующие фигуры за одном порядке скелет больший лич зомби и так далее и мост откроется так сперва нам нужно нажать на на скелета куда-то я просто открою прохождение намного удобнее так сперва скелет нажимаем до прыгну о ее чуть не улетел вниз как скелет дальше большие так большие затем лич зомби большие снова лич опять зомби и скелет все мост сложился ну да кстати вниз говорят можно прыгнуть и там даже кто-то нас встретит мы не будем на это терять времени с игра хочется уже поскорее пройти игру так нужно зажечь факел ничего не видно что не понял а факел обратите внимание на количество ударов которые наносит я раш по 6 ударов наносит 5 это призраки довольно опасные твари буду только предметы под только одежду подбирать все остальное мне уже по моему не нужно давным-давно так у нас у гладиаторши сломался шлем друзья голова то не прям не кузнец не защищена и стальные перчатки тоже не работаю вам не кузнец воин боюсь что такие крутые вещи не починить но перчатки-то он починил а вот драконов можно будет только в магазин ремонтировать только в магазине друзья так что пока наши гладиаторша будет с непокрытой головой ходить давайте с дремнем поспим немножко зададите нам поспать или нет черт подери еще 10 тысяч монстров да что такое это сделал я наконец-то вздремнули здесь нужно поэтому уступу вверх подниматься статуи большие повсюду вот это окно надо сломать с помощью луча свет или лазер и что-то в этом роде повернув вот этот вот статуэтку скелета все глазами они прошигают рептилия ужас вашим услугам розовые мешочки вываливаются то есть там очень крутые доспехи должны быть мое это мы проверяем 10000 30 класс брони 30 очень здорово попробуем гладиаторши все таки тяжело ты покой стоит дорого но блин характеристики хреновенькие так здесь за скрытая дверь ее нужно открыть жмем на использовать а вот на стену зашли в какой-то сад обитает воин коллоид только диковинный зверь считается крутым раз из него розовые мешочки вываливаются значит он крутой монстр для нас это не крутой еще десять тысяч монстров хотя свитки тоже при теоретически могут быть крутыми но блин да мы уже столько уже собрали свитки она тоже амулет вот амулет надо подбирать свитки я тоже собирать не буду нужно нужно вытянуть это амулет с самоцветами дает плюс 5 кнопок навыка ловушек но это же ерунда пустынный ужас до этого была рептилия ужас теперь пустынный ужас видимо это уже не рептилия что за рука имперская компьютанца 1026 это одна доп атака впервые их начали делать оружейники урсане во время имперского периода государства именно с помощью таких копий была скована империя но это получше чем то что у нас немножко получше поэтому надеваем а 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 пояс и кольчуга что то что за рукой поиск регалий покоя становится крепче со временем то есть он не не ему нет сноса на других надеваем темно водные ужас уже третья разновидность ужаса сейчас игре по уровню силы разницы не вижу все то же самое так там плавает какая-то тварь значит ее надо сказать самец морского монстра все всплыл буквально с пара ударов да не самец куда дальше а поднырнуть надо где-то часть испытания про тоже пройдены так почему ворота не открываются что от нас хотят самку на моем счету самка морского монстра и решетка исчезла перешли в следующий сектор так вот сейчас может быть довольно жарко щит мне точно не нужен и так он его нужно опознавать может это какой-то хороший клинок что нужно выкинуть это так сейчас будет ловушка с зеркалами давайте отдохнем не ловушка зеркалами а головоломка бегает одна рептилия поэтому странный был исчез хоть и треснет у меня не ужас вызывает а смех все довольно забавные что за рукой так головоломка то есть смотрите что мы имеем вон там он закрытая дверь вон она ее нужно поразить лазером ну или светом для этого нужно по системе зеркалов вот это зеркало направляем вот на топ напротив чтобы луч туда шел так ну проверим луч отражается вот в это зеркало да луч отражается значит это зеркало направляем вот на то зеркало в принципе мне кажется достаточно отлично а это зеркало соответственно направляем вот на то зеркало давайте проверим отражается ли это зеркало не видно за горой но получу будет понятно продолжается да то зеркало тоже отстреливает да я не пойму нет то зеркало кстати не отстреливает то есть вот это зеркало оно промахивает если промахивается его надо подправить попробуем вот так нет это зеркало не попадает потому почему как то вот так да то зеркало отстреливает то зеркало отстреливает видите вон на стенку видно осталось только вот это зеркало направить вот на ту на тот изумруд или что там такое и кстати после этого откроется 6 6 дверей вот эти из которых выпрыгнут монстры может я не понял нет это получается что вот это не попадает опять не попадает что ли один и по и сумму вы так давайте я вот это зеркало поверну в ту сторону чтобы я хотя бы видел куда луч отражается отражается ли он вообще зеркало может зараз так вот сейчас то зеркало вроде бы отстреливает отстреливает вот в ту сторону то есть вот это зеркало попадает сейчас осталось поправить вот это зеркало до направить его вот на этот вот сапфир так уже близко уже близко еще чуть-чуть повернуть и еще чуть-чуть повернуть и дело шляпе сработало сработало друзья сейчас повыпрыгивают монстры встречаем а а Продолжение следует... Ну не знаю, двуручные мечи, но давайте просто исследуем, что замечаем. Двуручниками я пользоваться не буду, конечно же. Просто из любопытства посмотрим, что замечу. Косарь танца. Увеличивает число оттока. Одна дуба оттока. Но он занимает две руки. А гладиата же не сможет его взять в одну руку, правильно? К моей комплекции это не подходит. Да, это двуручник, поэтому его только продажим. Так, дуба оттока. Фламбер крила, дуба оттока. Но это тоже я боюсь, что двуручник. Сейчас проверим. К моей комплекции это не подходит. Тоже двуручник. Шлем ярого стража. Класс брони 13 дает плюс 10 к классу брони. Давайте хотя бы... Такое хотя бы пока нацепим. Потому что у нее-то сломался шлем. Драконов шлем. Так, продолжаем. То есть, значит, мы открыли ворота... А, подождите, тут еще сундуки надо вскрыть. Темные латы покоя. Класс брони 34. Очуметь. Эти латы изготовил великий маг Верховен. Говорят, именно такие латы разлагали души солдат его армии. Давайте темные латы нацепим. Темные латы покоя. А имперские доспехи отдадим паладинше. Хотя, кстати, нет. Они все равно хуже, чем магистры латы паладина. Друидше эти доспехи тоже ничего не дают. Значит, мы их на продажу просто безжалостно отдадим. Так, давайте отдохнем 8 часов. О, господи. Я даже немножко напугался. Вампирское зелье добывает свойствами к ним магическому оружию длительность 30 минут. Да нафиг оно нужно? Ну, хотя, пускай лежит. Кольцо с жемчужиной эльфа. Плюс 30 к удаче. Очень крутое кольцо, скажу я вам. Так, самому неудачливому вручаем. И это будет, конечно же, друидша. Теперь удача у нее будет так и брет, так сказать. Так, зоркости драконов шлем. Плюс 30 к точности. Здоровский шлем. Меч смерти танца. Тоже неплохой вроде бы. Зоркости драконов шлем. Класс брони 11 и 30 к точности. Давайте отдадим друидша. Не могу взять его. Так, было у нее, значит, 103. Останет 106. Так, остался последний сумбучок. Я радовый амулет огня. Дает плюс 20 сопротивления против черной магии. Саботон зоркости. Отличные собаки. Сабля танца. 10-16. От оружия было некогда создано более цивилизованную минувшую эпоху. Стоит до хрена. Брать не буду, наверное. Куда нам столько денег девать? Хотя, блин, больно уж дорого стоит. Давайте возьмем. А, все, уже пропало. Отдыхаем. Так, кому сапожки? Хорошие сапоги. Класс брони 11. И плюс 30 к точности. У этой вообще обуви нет, что-то потери. У этой обувь-то то ли повреждена, оказалось то ли что. У нас, как раз, палладинша вообще без обуви бегает. Амулет огня. Дает плюс 20 сопротивлением магии. У этого плюс 10. Меняем. Ну амулет плюс 10, это уже ерунда. Хотя, по сравнению, черной магии стоит почему-то дороже. Логично предположить, что если она стоит дороже, то, наверное, оно и лучше. Нет? Это не логично. Поменял я и амулет на более дорогой. Так, и наконец-то мы можем продвигаться дальше. Хорошо. Хорошо. Что за рухлядь? Так мы уже близко к цели. Там ловушка была с левой стороны. Так, что дальше? Какой-то призрак на нас нападает, но я его не вижу. Далее, опять головоломка. Видите, сверху вниз, это последовательность, в которой нужно наступить на соответствующие ступеньки. Сначала наступаем на 3. А, вот и призрак появился. Потом наступаем на 1. 3, 1, потом 2. И 4. Пожалуйста. Кстати, вот сейчас может быть довольно жарко. Я не остановлюсь! Очень много призраков за раз. Это на моем щеке! Это на моем щеке! Справились. Потом амулет посмотрю. Нужно выкинуть это! Вообще ни о чем. Действительно, нужно выкинуть. Да и нельзя выкинуть. Может только продать. Интересно, кольцо и напиток. Что за рухля? Усиление удачи на 30 минут. Кольцо же дает бонус 3 в уровне черной магии. Бред. Это уже не серьезно для нас. Ну вот, собственно, мы и прошли испытание темным проходом. И кто нас тут ждет? Опять это бабка... Бабка... Игрит. Игрит должна подбодрить вас. А, это Игрит. Я перепутал с Юрсой. Нет, это, конечно же, не Юрса. Мы ищем предначертание судьбы. Хэндл не пропустит вас без него. Могу вас заверить, что предначертание судьбы с вашими именами здесь. Я вам дам его. Но вы должны кое-что сделать для меня. И что же? Это камень порядка. Волшебное устройство, поддерживающее порядок. Он, кажется, упал из Арсельгарда в Губерленд. Доставьте его на остров... Доставьте его на остров Праха. Почему остров Праха? Отнесите это к руинам Верховины и поставьте на пьедестал в лаборатории. Как только установите камень порядка, ваше предначертание судьбы само появится. Мы все выполним. Спасибо за беседу. Перестаньте терять время на пышные речи. Займитесь делом. Прощайте. Принести камень порядка к руинам Верховины. Фориор Мулус из Губерленда отдаст камень порядка в обмен на деревянный меч и щит, меховую шапку, пару перчаток, набор стеканных доспехов и пару тапочек. Так. Все. Значит, возвращаемся в мир живых. И вот мы уже в Губерленде. Значит, нам сейчас нужно выиграть в играх 6 призов. Проще всего это сделать просто рандомно, нажимая на измеритель силы. Потому что предметы случайным образом выпадают. Так, билеты нам нужно купить. Мы хотим сыграть в игру, купить себе билеты. А призы какие-нибудь вы даете? У меня тут случаем оказался этот прекрасный камень порядка. Если вы сможете раздобыть для меня все призы, которые можно выиграть, я отдам его вам. Ну, если нам понадобится камень порядка, мы заглянем к вам. Ладно, но его уже может и не быть здесь. Нам как раз нужен камень порядка, только я не вижу, где продавец. Приветствует Николай! Мы хотим пачку билетов. И просто вот на этом вот снаряде мы каждый раз будем выигрывать какой-то предмет. Он генерируется случайным образом. Надо, чтобы выпали все 6. Пока билеты есть, будем нажимать. Не все еще? Когда у меня билеты-то закончатся? Я вроде всего 10 штук купил. Может быть, у меня оставались запасы. Все, билеты закончились. Смотрим, что мы выиграли. Перчатки, деревянный меч, меховые тапочки, щит. Значит, тапочки, перчатки, щит, меч. Чего-то не хватает. Двух элементов не хватает. Тапочки, перчатки, щит и меч. Так, ну еще что-то было у этой бабы. Броня есть. И шляпа. Все, мы все выиграли. Все выиграли. Что надо было? Подойдите, сыграйте с нами. Мы заполучили все призы. Великолепно, вот ваш камень. Прощайте. Итак, у нас есть камень. Давайте посмотрим, как он выглядит. Камень порядка. Камень порядка. Любимая безделушка, не яма беспокойного. Подойдите, сыграйте с нами. Так, сейчас, знаете, что надо сделать? Во-первых, у нас в инвентаре пропала карта расписания кораблей. А вот, кстати, расписание кораблей на месте. В прошлый раз играл, не мог найти. Давайте. Во-первых, на остров праха корабли ходят как раз от Губерленда. Поэтому мы здесь сейчас поставим значит, телепорт. В Губерленде. А сами сейчас смотаемся по-быстренькому во Фросгард. Прокачаемся. У нас опять новые уровни появились. Раз уж мы, как говорится, вернулись в мир живых. Ну и все, лишнее. Все лишнее. Снова продаем. Извините, мы закрыто. А, надо до утра дождаться. Ну, давайте же дождемся рассвета. А, а еще... А еще нам нужно починить шлем. Поврежденную экипировку. Кстати, у этого уже нет поврежденной экипировки. Ну, как так? Нет, вот драконов шлем. Значит, отремонтировать. Полторы тысячи денег. Для нас это вообще не деньги. Кстати, драконов шлем оказался довольно посредственным. Его можно будет продавать сейчас. Так, продаем весь хлам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я уж и так, повторюсь, собираю только... Ну, самые лучшие предметы. Я уже не подбираю свитки. Я уже не подбираю книги. Я уже даже не смотрю, что лежит в низкоуровневых мешках. Так, давайте отремонтируем вот этот боевой топор. Боевой топор Рилы. Довольно посредственный, кстати, топор. Его тоже надо продавать. Пика. Смотрим, что за пика. Черт, я его продал, что ли? Пика танца какая-то. Так, значит, вот эти деревянные предметы тоже продаем. То, что мы тут выиграли в соревнованиях меховые тапочки и прочий бред. Драконов шлем души тоже посредственный. Тоже продаем. Так, ну вот, в принципе, все. Сейчас идем на прокачку. И возвращаемся... А, и отправляемся к руинам Верховина. Устанавливать камень порядка на соответствующий постамент. Хотите обучаться? Охренеть, как много маг... Как много маг уровней получил. Вы только представьте, какой кошмар. Пипец. Маг такие... У нас, смотрите, у нас гладиатор на 47 уровне, а маг на 61 уже. Жесть. Вот это он качается, вот это он качается. Так, этой клинок тоже и... Броню, не знаю. Давайте клинок до упора. Магу. Мага надо раздевать. Чтобы не видеть всяких плюсов, которые дают ему предметы. Так, ну магу, качаемся. Свет. Стихии. Ох, как много очков. Кошмар. Так, друидши. Рукопашный бой до упора. Так, телепортируемся снова. В Куберленд и оттуда на остров Праха уплываем. Так, когда, когда этот корабль отходит? Так, из Куберленда, острова Праха, по вторникам. Потому что, напомню, телепорта-то нет у нас, у на Островах Праха. Ищите корабль. Ну, теперь уже руины Верховина для нас совершенно не страшны. Блин, далеко придется шлепать. Странно, в прошлый раз меня к другой пристани привезли. В этот раз почему-то... Это было легче. В тот раз меня подвозили прямо к самим руинам. А тут я должен... В следующий раз вызывайте, товарищ, посильнее. В следующий раз давайте кого-нибудь посильнее еще раз. Засылайте товарища посильнее. Долго там за мной гоняться будете? Да нет, я не вижу. Вон, видите, там есть еще одна пристань. То есть тебя могут выкинуть с той стороны острова, а могут с этой. Что это за место? Так, сразу прямиком отправляемся в лабораторию или что там? Куда нам нужно камень порядку установить. Заниматься зачисткой я не буду. Тут для меня уже нету достойных соперников. Здесь нужно наступить на соответствующие огни в определенном порядке. Вот Тут где-то в руинах лежит свиток С подсказкой В какой последовательности нужно наступать Вот, но я не буду сейчас заниматься Поисками этого свитка, я просто Посмотрю из прохождения Тут зомби пришли Значит последовательность такая Красный Отстаньте вы уже от меня Значит красный Потом желтый Желтый потом Красный, желтый Зеленый, красный, желтый Наверное синий Зеленый И оранжевый Все, дверь открыла В следующий раз Заживайте, товарищ Сильней Это было Слежащие Так, давайте Я вообще думаю У мага, наверное Не самое оптимальное заклинание Стоит Яд Это Я вообще, кстати, магам не пользую Я правую кнопку даже не зажимаю Стихия тьма Ну тьма это не его Стызя Поэтому надо какое-то другое выбрать Заклинание Ну либо цепь молнии выбрать Так, давайте огненный стол Это вам самое крутое заклинание Которое есть У мага Так, быстро Огненный стол Попробуем Что из этого получится Так, значит Устанавливаем на постамент Камень порядка О, черная шкатулка Это не проблема Даже не понадобилось Скрыл своими усилиями Прикольно Не сработала ловушка Устанавливаем Камень порядка И вот появился Искомая, значит То, что мы искали Свиток Значит Предначертание судьбы Это ваше предначертание судьбы Да будет вам известно Что обладатель всего предначертания Лицезрел Вирдов Ибо они сочли его достойным Этой чести Обладателем этого предначертания Вирды предопределили Объединить шесть кланов Чидзяна Перед лицом Надвигающихся Белгинянских орд Ведомых Тамурленгом Их судьба В одиночку встать На пути Тамурленга И не позволить Сему покорить земли Шести кланов Все, теперь нужно Снова покончить Жить самоубийством Вот эта ямка С шипами Подойдет в самый раз Как говорится Посидим на бутылке На... На... Вернее, как это называется На че там сажали-то? Накал Плюс похлебаем водички А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а мы пришли за своей армией и вот арсельгард город мертвых или небесный город ну короче тут живут погибшие мертвецы нас туда пустили мы хотим попасть в арсельгард о да вам пришлось побродить тут в округе и найти таки свое предначертание судьбы так очень хорошо тогда пропущу вас похоже мы не слишком вам нравимся что вы от меня ждете я сижу здесь день за днем от начала времен до дня великой расплаты я таких как вы видел не счесть сколько вы должно быть огорчили крона возможно тогда я и разочаровал его но его гнев не идет ни в какое сравнение с тем что случится когда он узнает что я потерял гунгнир что же мне делать что такое гунгнир когда крон провидел наступление дня великой расплаты он повелел чтобы все мы носили оружие гунгнир это копье которое я сделал для себя я его потерял а что такое великая расплата он также она он также называется день гнева наступит день когда ньям начнет может вы могли бы помочь наступит день когда ньям возглавит бунт против богов в этот день суждено быть великой битве крон приказал чтобы мы боги обзавелись оружием а я свое потерял может мы могли бы помочь как именно могли бы его найти да думаю могли бы думаю вам следовало бы поговорить фрей может быть у нее есть идея откуда начать поиски не мешкайте получили новый квест отыскать гунгнир хэндл потерял свое копье гунгнир найдите копье и возвратите его хэндлу начинаем исследовать этот город я тут первый раз здесь смотрите живут такие же обычные граждане об город вроде бы обычно даже пивнух и есть добрый день и новости никаких если вы не хотите послушать о том как сделать апперкот что вам известно барсельгарте теперь когда мои дети не беспокоят меня каждые пять минут я могу уделить больше времени работе как здесь здорово какие новости да все да все этот проклятый био вульф он все время кричит что он самый могучий воин то он с трудом может поднять свой меч не то что сражаться им что вы знаете о халенхальте био вульф утверждает будто он родом оттуда мне все время приходится ему напоминать что мы умерли от голода потому что он не умеет возделывать поля представляете они умерли от голода и оказались в арсельгарте так ну куда пойдем справа я так понимаю дворец где выседают боги давайте все-таки начнем с более таких простых порталов наверно что-то здесь скучновато становится какие новости ничего особенную здесь не происходило уже очень давно ужасная скука что вам известно барсельгарте это тихое место очень тихо я скучаю по былым пьянкам и дракам какие новости видите там парня майола это я его убил он все еще пытается ввязаться со мной в драку что вам известно барсельгарте одно знаю точно это лучше чем потусторонний мир что это было за величественная смерть какие новости у вас я был последним выжившим из отряда налетчиков я стоял один против десятка мечников фрамоны я сразил четверых прежде чем они меня прикончили что вы знаете о скрелосе он бог смерти он следит за тем действительно ли умерший достоин войти в халенхальт так я не понял халенхальт это тоже город мертвых что ли мы же сейчас в арсельгарте уже в городе мертвых такие новости меня убил поверженный воин он был побежден я расслабился я хотел прикончить его а он внезапно проткнул меня своим мечом я не знаю откуда шли эти внезапные силы ведь он был при смерти что вы знаете о халенхальте смотрю спорю я бы попал туда если бы не был таким невнимателем когда я попытался войти туда скрылась только смеялся скрылась бог смерти напомню напитки здесь просто замечательные какие новости не знаю чем это там так недоволен майон он но пиво здесь нос на и что вы знаете о халенхальте там действительно отличные таверны я жажду что-нибудь свершить на кого я по-вашему похож еще раз побеспокоить меня я вам задам хорошую трепку алкоголь здесь просто дрянь и новости это пиво настоящие помои но почему нам не отправят нормального пивовара что вы знаете о халенхальте что я знаю точно так то что там живут все лучшие пивовары и почему только скрылась считает что люди в халенхальте такие особенные почему у лучших пивоваров отправляют к ним так здесь какое-то письмо лежит купля арсельгарская баня куплена джокулом уродливым за 40 тысяч золотых баня продана на условиях как есть никаких гарантий о пригодности ее использования не было дано у нас лучшие напитки во всем арсельгарте такие новости по моему у меня сложности с недавно купленной баней какого рода проблемы ну парень у которого я это купил не запер двери после всего и теперь эбора обосновалась там крон сам собирается сходить в баню и хочет чтобы она работала почему он вам не помогает а вы а вы пробовали богов о чем-нибудь просить не думаю крон говорит что мои проблемы и мне самому разбираться это эбора и ее любимцы на клочки меня разорвут звучит как будто у вас проблем по уши ну смотрите смотрите с вы крепкими ребятами не хотели бы вы отправиться туда и показать этим чудовищем кто здесь хозяин правда я вам заплачу почему нет мы были бы рады спасибо возвращайтесь с деньгами очистить купальню отправляйтесь в купальню арсельгарта избавьтесь от эбор и ее прислужников после этого вернитесь йокулу безобразному в арсельгард но вообще таверна здесь по-моему самая такая приятная освещенная мне больше всего нравится всех городов ну что возьмешь это же город как говорится небесный где живут умершие наверное они достойны о здесь даже тренировочный зал есть прикольно и мы кстати можем новый уровень получить давайте попробую сейчас потренироваться но цены я боюсь что тут заоблачные ух ты были не за такие цены я точно тренироваться не собираюсь по 30 тысяч за уровень это бред какие новости я был убит своими подчиненными о когда они прибудут сюда то в долго будут расплачиваться за свое деяние что вы знаете о жизни в жизни я был над смотрщиком во фиорадных шахтах я слышал люди которые скинули меня в шахту говорят что я погиб под обвалом грязные лыжицы добрый день какие новости о я скучаю по сражениям мне надостает звоны мечей старость не очень хорошо со мной обошлась что вы знаете о приключениях если бы вы записали все что я знал о приключениях при жизни тома заполнили бы весь халенхальт увы старый сделала свое дело ничего не могу припомнить довольно светлый приятный городишко конечно но удовольствие тут гулять и атмосфера какая-то более дружелюбные какие новости на прошлой неделе я бил из со старым ангусом он неплохо меня отделал я и не думал что такой старик может так ловко драться что вы знаете о приключениях в жизни я была солдатом я была убита в лохмонской пещере не думаю что вы захотите моего совета добрый день и новости я слышала когда ньян появляется здесь большинство богов отказываются с ним разговаривать что вы знаете о богах похоже им удается уживаться друг с другом всем кроме ньянма хотя он здесь редко появляется кстати пока что самое красивое место в игре да и наверное такими останется похоже на какой-то так портал испить водиться нельзя да попробуем нырнуть только сохранимся сначала в этот портальчик так зал богов понятно взял богов я пока не буду возвращаться кстати давайте я поставлю здесь телепорт маяк до поставлю чтобы если чё взял богов можно было всегда оперативно вернуться потому что там выдают квесты насколько я знаю пусть а почему почему телепорт не установился может быть надо удалить так установил телепорт а мы продолжаем осматривать арсельгард не разговаривал странно почему эта дверь не помечен у меня ж наук восприятия есть правда на самом низком уровне посмотрите что здесь есть представляю какие тут цены драконов пояс 2400 нет за такие цены я ничего покупать не буду все можно собрать как говорится на поле боя по моему не не ходили какие новости не могу поверить что я здесь я думал мне придется зажать шесть огней что вам известно барсельгард когда я лежал на смертном андре я боялся что попаду в потусторонний мир это ужасное место я боялся что мне придется зажечь 6 огней возмездия спасибо за внимание продолжить следующий всем пока и Продолжение следует...